Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И в сегодняшнем видео мы с вами обсудим сразу две интересных машины, которые в скором времени появятся у нас в World of Tanks. Во-первых, это новая супер мощная премиумная ПТ-шка в ветке СССР под названием СУ-130ПМ. И это, знаете, такой идейный продолжатель Скорпиона G, только еще мощнее. Если честно, много вопросов есть к этому танку. А также мы с вами поговорим о Т-52, потому что появились его характеристики. И уже можно прикинуть вообще, что он из себя будет представлять в рамках нынешнего рандома. Потому что многие ждут возвращения легенды 2011 года. Но, как я говорил, новая физика, новые карты могут запросто и зарубить этот танк вообще в полное говно. И он может быть вообще неиграбельным. Поэтому попытаемся, как говорится, вместе с вами во всем этом деле разобраться. А еще я бы вам хотел напомнить, что у меня буквально на днях на канале вышел обзор новой, бесплатной и набирающей большую популярность игры под названием Ring of Elysium. Проект реально довольно любопытный. Меня он сильно удивил. И игрушка, ну, за спойлерю, скажем так, неплохая. На самом деле обзор получился достаточно подробный. Людям он понравился. То есть там делано все, ну, относительно качественно, да. И мне, ну, неприятно видеть, как ролик, над которым я весь день старался, да, набирает меньше 10 тысяч просмотров. И при этом любое там хайповое видео по танкам набирает там в 5-10 раз больше. Это, ну, больно видеть, поверьте мне. Поэтому, если вы все-таки хотите, чтобы на канале выходил качественный контент, да, и полезный, то не забудьте его поддержать. Ссылочка на видео будет в описании, да, и также в конце ролика в качестве аннотации. Ну, а теперь давайте приступим уже к обсуждению наших сегодняшних пациентов. Начнем с СУ-130ПМ. Это премиумная советская ПТшка 8-го левела, но как ее можно будет получить, пока непонятно. То есть, возможно, будет просто продаваться, может быть, в составе какого-то говнопакета, может быть, как, скажем так, некий приз за достижение каких-то результатов там в каком-нибудь ивенте очередном, или там в марафоне, хотя это вряд ли. Но, тем не менее, шанс есть все равно. Мне кажется, что все-таки это будет платная машина. Уж больно она жесткая. Если честно, многие даже Скорпион-Жи считают им бой, хотя лично мне так уже не кажется. То есть, машина очень скиллозависимая, и играть на ней тяжело. Но вот этот танк, он во многом даже превосходит Скорпион-Жи, и он в целом очень его напоминает. Ну, не внешним видом, конечно, а скорее геймплейными особенностями. Первое, что обращает на себя внимание, это альфа в 520. Многие сразу же сказали, что вот это, по сути, ну, топ альфа, не считая там ИСу и борща с ДЦП-ганом. Но я вам так скажу, что по факту 490 или 520 разница небольшая в рамках наших любимых плюс-минус 25%, это вообще ни о чем. Но иногда, конечно, роль будет играть. То есть, альфа, конечно, крутая, и здесь, ну, безусловно. Пробитие 243. Опять-таки, претензий никаких, хорошее пробитие для ПТ 8 уровня. Да, ну, не топовая, конечно, не как у ИСу там, да, или у Шведа, но все равно. Перезарядка будет без учета досователя и нормального экипажа 12 секунд. То есть, можно будет добить, наверное, где-то до 10,5 примерно. Это уже, ну, для такой-то альфы очень даже неплохо. Да, то есть, машина будет, ну, с хорошим ДПМом. Я думаю, что тысяч до трех его можно будет добить в минуту вообще спокойно. Это много, да. Далее у нас хорошая точность 0.33. То есть, это базовая. Опять-таки, добить можно будет примерно до 0.3, 0.31 может быть. То есть, это снайпер. При этом еще и Сведуха нормальная 2.2. Ну, конечно, у Скорпиона получше, но это тоже хорошее. Особенно для такого калибра, да, для такой альфы. И вообще, как бы все, что касается орудия, здесь очень круто. И претензий нет абсолютно никаких. Тут, конечно, многие спросят. Ну, наверное, он нихера не едет, этот Сарай, да. Нет, ребята, едет. В том-то и прикол, что мощность 400 лошадей. И тяга вооруженность 16,6 лошадей на тонну, ребята. То есть, эта тачанка будет ездить нормально. При этом максималка 65. Это даже больше, чем у Скорпиона. То есть, мы получаем, по сути, вообще средний танк по динамическим характеристикам. Да, причем без всяких скидок. Единственное, что выдает в этой машине ПТ, это, насколько я понял, башня не будет поворачиваться на 360 градусов, как у Скорпиона. А только на 155. То есть, опять же, ну, этого хватает, ребята, для комфортной игры. То есть, когда есть возможность практически на 180, там, да, чуть меньше поворачивать, это не будет особо роли какой-то играть. Как мне кажется. Тем более, все-таки ПТшка, то есть, она не про, там, карусели и все прочее. Так что, если честно, я у этой ПТ каких-то серьезных минусов не вижу. Ну, понятно, что прочность небольшая, брони нету, это все ясно, да. В принципе, как бы, тут говорить не о чем, она будет фугасами пробиваться, но точно так же, как и Скорпион. Да, обзор не очень, но это стандартная тема у ПТ, да. Да, то есть, ну, давно уже срезали, как бы, и ПТшки редко бывают длиннозорками. Ну, кроме самых старых. И, понятное дело, что все минусы будут, по сути, такие же, как и у Скорпиона. Но мы имеем практически то же самое, с чуть даже более крутой пушкой, и при этом даже, скорее всего, чуть побыстрее. И вот это уже, если честно, поднапрягает. Я не совсем понимаю, зачем вводить такие жесткие имбы. Понятно, что раки на них будут сливаться с нулем урона. Потому что большой корпус, брони нет, да, и будут просто сливаться. Но грамотные игроки смогут на ней просто жестко раздавать, причем всем, включая десятки. И, как бы, ну, такое. Как по мне, это, знаете, такой больше плевок в лицо тем, кто купил Скорпион. Типа, вот смотрите, мы ввели то же самое, только круче. А вы либо покупайте, либо сосите на своих Скорпионах. Очень сомнительная херня. Больше пока говорить не о чем, надо ждать уже, когда выйдет, чтобы посмотреть и потестить. Теперь по поводу Т-52. Что касается ТТХ, то это уже вторая итерация, скажем так, его теста. И здесь кое-что улучшили. Теперь у него будет мощность 550 лошадей. То есть, удельная уже 35 практически на тонну. Также скорость поворота ходовой сильно увеличилась с 38 до 45. Ну, и при этом ухудшили почему-то стабилизацию. Если честно, это странно, как по мне. Теперь же, что вообще касается его, ну, поведения на поле боя. У меня есть, скажем так, очень большие сомнения, что на этом танке можно будет реально на полной скорости там ездить и как-то жестко маневрировать. То есть, просто потому, что танк, ну, имеет высокий центр тяжести, он узкий и он может запросто перевернуться. При этом, почему-то написано, что максималка у него будет 65. Это довольно странно, потому что раньше, по-моему, было побольше, если мне память не изменяет. И, скажем так, то, что больше всего вызывает вопросов, это насколько эта машина будет способна, ну, просто не убиваться, не самоубиваться при передвижении. Потому что, ну, все-таки большинство быстрых машин у нас имеют достаточно приземистый такой корпус, плоский, да, и они могут спокойно, ну, ездить и не боясь о том, что их там перевернет, да, банально. Или что, подпрыгнув на каком-нибудь небольшой кочке на какой-нибудь, они уже на бок приземлятся. А вот у Т-52, глядя на него, ну, реально такие шансы есть, по крайней мере, так кажется. И, ну, мне кажется, что на нем ездить надо будет очень аккуратно, и это будет требовать определенного скилла. И я уверен на 100%, что никакой имбой эта машина не станет. То есть, это будет, знаете, такой подарок, ну, как, условно говоря, подарок, пока неизвестно, может, его и продавать будут. Как, ну, привет, типа, из 11-го года, но это будет, скорее, вызывать, наверное, грусть. Потому что я хорошо помню Т-52 именно в то время, я тогда любил на нем играть, вот не поверите, да, из меня, казалось бы, ЛТ-вод, как из говнопуля. Но на Т-52 я играл, и мне он нравился. Я помню вот эти вот безумные засветы на Малиновке, которые я давал, и это работало. Потому что машина могла на полной скорости носиться, без вообще какой-либо вероятности самоубиться, да, и могла поворачиваться, ну, практически на полной скорости. И можно было под огнем прямо вот впритык ездить, и по тебе никто попасть не мог. Плюс тогда точность была хуже. Сейчас, то есть, я вангую, что просто либо ты будешь переворачиваться, либо он будет сильно замедляться при поворотах, либо будет взрываться какие-нибудь скалы, либо просто его будут расстреливать, потому что точность сейчас совершенно не такая. Вы поймите, что сейчас даже елка есть, вот, да, например, она, ну, или там, чуть раньше времена взять, когда она была вообще жесткая елочка. Она меньше, чем Т-52 раза в три, наверное, и ее все равно высекают, то есть даже с дистанции. А Т-52, который, ну, реально намного больше, имеет достаточно крупные габариты, как для, ну, для низкоуровневого ЛТ, его будут обоссывать, мне кажется, буквально после первого засвета, то есть я не уверен, что эта машина будет живучей вообще в принципе. То есть я лично расцениваю этот танк, да, вот в нынешних реалиях, как, ну, типа такой прикол, знаете, больше, как вот такой, пасхалка такая, что ли. То есть я не думаю, что эта машина будет реально претендовать, там, на какую-то серьезную играбельность. Поэтому не рекомендую ждать слишком, скажем так, многого, вот, сомнений порядочно в играбельности Т-52 в реале 2018 года. На этом на сегодня все, друзья. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу машин, о которых мы разговаривали. Подписывайтесь на канал, пальцы вверх, в группу ВКонтакте тоже заглядывайте. И, напоминаю, посмотрите, пожалуйста, обзор игры Ring of Elysium. Получился он неплохой. Всем пока.